В этой съёмной квартире живёт многодетная семья Долбаевых. Как известно, барачный быт не сладок. Жильцы уже 20 лет мечтают получить участок в селе Алиаскара Туктуналиева. Для этого семья неоднократно подаёт заявление в Аюлык Мютю. И это только одна из бед. В этой съёмной квартире мы живём давно. Документов на жильё нет. Жить без прописки довольно трудно, особенно нашим детям. Обращаемся в Аюлык Мютю с проблемой. Они отвечают – пропишитесь у родственников или у знакомых. В семье нас 8 человек. И ютиться в маленькой жилплощади трудно. Воспользоваться государственными услугами семья не может. Чтобы получить юридическую помощь, необходимы документы на дом и прописка, чего у Долбаевых нет. Непростая ситуация сказывается на будущем детей. Средний сын на пороге взросления. Ему необходим паспорт. Паспорт из детей смог получить только старший сын. Не знали, куда его поставить на учёт. Но нам помог мой отец. Его прописали в другом селе. И так сын смог получить удостоверение личности. Второй сын скоро окончит 9 класс. Ему также необходим паспорт. Семья, превозмогая трудности, продолжает жить. Глава семьи работает строителем, а мать в школе техническим персоналом. Родителям помогает старший сын. Получение социальных пособий нам отказывают. Говорят, вы работаете, доход имеется. Мужу приходится нелегко. Спрос на труд строителей бывает разным. Иногда зовут на работу летом, иногда нет. Так и живём. По словам главы Нурмамбетовского Иоакмитую, в настоящее время на очереди за получением земель стоят свыше 900 человек. Семья Долбаевых на 238-м. Но, как утверждает глава, ввиду нехватки земель, не все жители смогут получить участки, а только 10-20% находящихся на очереди. Землю смогут получить только порядка 100-150 человек, находящихся на очереди. А получат их только где-то через два месяца. И то только по 10 соток. Не все жители смогут получить участки, поскольку в Айо-Икмиту нет больше земель. У нас на очереди стоят жители с ещё более трудной жизненной ситуацией. Будущее семьи Долбаевых, так и других, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пока остаётся неизвестным. Салим Адюшинбекова, Самаған Тайырбеков, УТР Качуй.